Приветствую вас! Понимаете, я отдаю себе отчет в том, что вы хотите получить какие-то техники, вы хотите какие-то упражнения получить, но, видите ли, во-первых, не совсем понятно, что за личность ваша сестренка, то есть, что с ней, по сути, происходит, почему у нее возникла эта самая тревожность, откуда и из-за чего она появилась, вот, какие именно упражнения ей подходят, вот, потому что то, что вы делаете, на мой взгляд, это проблему как таковую не решает. То есть, это, ну, не помогает решить проблему. Это, может быть, как-то ее отводит на задний план, да, то есть, ну, на дальний план, это как-то отводит ее проблему. Но это не решает проблему как таковую, потому что тревожность, это, по сути, нереализованные, нераскрытые потребности, нераскрытые чувства, нераскрытые действия и выражения человека. Вот. По факту. И, соответственно, и соответственно, нужно смотреть именно в корень, именно на предмет тревожности. То есть, что служит основой для нее, что служит основанием для нее, для, ну, для тревожности. Вот. Вот. Понимаете, какая история. Если это не рассмотреть, да, если не рассмотреть, а именно вот саму причину тревожности, первопричину тревожности, то ситуация будет, на мой взгляд, ну, так и будет происходить, что вы будете только работать с последствиями. Вот. Но вы не будете взаимодействовать с причинами. Поэтому, прежде чем искать конкретные техники и прежде чем искать конкретные упражнения, нужно понять, в чем проблема. Вот. Для этого необходимо проанализировать отношения в семье, климат в семье, взаимодействие в семье. Для этого необходимо, собственно, с самим ребенком пообщаться, поговорить, да, и так далее. Вот. И любые упражнения, которые могут быть вами самими, ну, вами самими найдены, использованы и так далее, они могут в том числе и навредить, потому что непонятно, с чем вообще работает, да, то есть, может быть, мы учим ребенка подавлять свои чувства. Да, то есть, вроде бы она и стала спокойней. Вот. Вроде бы. Но чувства подавляют все равно, желания свои все равно подавляют. И вы же согласитесь, я надеюсь, с тем, что это не польза, а вред. В таком ключе, в таком контексте действует. Вот. Поэтому я думаю так. Я думаю так, можно вам ответить. Если у вас есть возможность, найдите необходимые ресурсы для того, чтобы оплатить консультацию психолога хотя бы вот на нашем сайте, это будет дешевле, а по эффективности практически то же самое. Вот. Найдите возможность, проведем анализ, посмотрим, поисследуем. И уже на основании этого, да, можно будет сказать, что вашей сестре полезно было бы. Вот. Для решения, собственно, ее проблем. Потому что тревожность, еще раз повторю, это не просто так. Тревожность, она не взялась на ровном месте, на пустом месте. Вот. У тревожности здесь своя основания. По сути, тревожность, тревожность, это индикатор, который говорит, что что-то вот происходит не так, что-то неверно, что-то неправильно, что-то во вред человеку. Вот. То есть тревожность нужно раскрывать, а не подавлять, не купировать, не компенсировать. Вот. Как вы, на мой взгляд, делаете это сейчас. Через упражнение. Вот. То есть я понимаю, как бы, что он, что цели-то у вас, как бы, благие. Я понимаю. Вот. Вот. Но, тем не менее. Вот тем, тем не менее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вы знаете, в качестве рекомендации я предлагаю рассмотреть возможность повышения эмоционального интеллекта. Есть такая книга, она называется «Брактикум по гистальтерапии» Федрико Первого. И в этой книге можно будет найти для себя упражнения, которые позволили бы вам, в первую очередь, вместе с сестрой, да, раскрыть своим эмоциям. Сперва лучше прочитать его, а потом в качестве игры уже предложатся, это, сестры. Ну, в привычной, в удобной для нее форме. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Ну, напишите к примеру. Не забудьте подписаться! Крийск, bankныйah eligible! Продолжение следует...